Всем доброго времени суток! Очередное поганое видео о Севке, но в начале разминка. Севка у Коли на квартире ночевал с Сайгаком. Сайгак его оседлал, толкется у него на пузе. Я когда вижу у этого кота белый усик, мне хочется этот усик отрезать, чтобы котик был весь целиком и полностью черный. Ну, за исключением вот этих небольших беленьких волосиков, которые через камеру практически не видны, если только близко Севка не подносит. Но вот этот ус белый, мне кажется, он портит внешний вид этого кота. Почему-то у меня такое желание что-то им сделать, удалить его нафиг. Это не кот, говорит Севка, это что-то необычное. Это обычный кот, два уха, один хвост, четыре лапы. Страшный, говорит Севка, и вот в этом его необычность. Севка как скажет, как в лужу пернет. Кот как кот. Не сказала бы, что он какой-то страшный. Обыкновенный совершенно таких котов масса просто. Мне вот эта квартира, в которой живет Сайгак, очень нравится. Я вообще не люблю квартиры, я люблю дома, но вот эта мне понравилась. Она почему-то вызывает у меня какие-то положительные эмоции, вот в отличие от проживающих там. Севка далее показывает, что он в примерочной. В позе простепому вызывали. Ну, так вот, она пришла. Мужчина, а есть чем женщину угостить. Сидит на пуфике, в трусах, нога на ногу, носки. Не нравится ему костюм, в котором он выступает. И от этого он чувствует себя некомфортно. Поэтому он решил, внимание, внимание, за свой счет купить костюм, в котором будет выступать. Эх, разжился Севка, может себе позволить покупать еще и на сцену костюмчики. Похудел он так, а тот нехорошо сидит, который выделяет ему театр, костюм. Не нравится он ему, мешает выступать. Надо срочно поменять. Ну, а теперь серьезная часть этого обзора. Нашел таки Севка, как присосаться кровопийц к родственникам. Написал коммент под видео ойгуш. Мне Светлана написала, говорит, зайдите, почитайте комментарии. Я зашла. Пока я листала, листала, листала и смотрю все. Далее не открываются комментарии. Думаю, неужели она закрыла. Обновляя страницу, точно, комментарии закрыты. Так я и не наткнулась на комментарии Севки, которые он написал. Ну, в принципе, он и сам приблизительно озвучил, что он там написал. Ничего, конечно же, приятного. Нашел время. Там у людей свадьба. Приятное событие. И вот этот паучий сын влез туда своими грязными лапами. Ну, кто бы сомневался с матюками. Стыдно армянам в его стране за тех армян. Это он о себе говорит. А уж как стыдно тем армянам, что у них такой голубь в роду народился. Аватар. Голубой щенок. Позорище такое, что хоть с планеты беги. Оно еще о стыде что-то там говорит. Переодевается в платье. Напяливает парики. Женское нижнее белье. Купальники. В памперсе на голове. В маршрутке ездил. В женской одежде по городу бегал. Народ пугал. Думали, что из дурки кто-то сбежал. Ну, а уж про то, что он в одной постельке с пупсиком спит. Так это ж вообще стыдовище. Нормальные армяне плюются в сторону тех родственников, говорит Севка. Жаль, проверить нельзя. Пусть бы Севка туда приехал. И прошлись бы они по поселку. Кто собрал бы больше плевков? Мне даже не нужно и вот этих показательных выступлений. Я знаю, кто собрал бы. Эдика вспомнил, как он сказал, смени Севка фамилию. Да он, по сути, шупизденыш стопроцентный. Севка говорит, и этот полупокер, цитата автора, это на Эдика. На Эдика он это говорит. Вообще, Севка нюх потерял 100%. Говорит, вырос до 20 лет в этой стране. И я помню, что Эдик рассказывал о своей жизни в той стране. Поэтому он и уехал оттуда при первой же возможности. Сбежал буквально, бегом бежал. Уезжал и Севка, но матушка срыгнула его обратно. Зачем он там такой нужен? Не смог Севка зацепиться, вот и бесится. Выпрашивал же Альфонс квартирку себе на котельнической. Только там, только исключительно там он хотел жить. Нормальные люди, нормальные мужики покупают себе квартиры. А этот, куколки, подарите такую квартирку. Обна на палочке тебе. Смените, говорит, ориентацию. Это он тем своим родственникам говорит. А это он к чему ляпнул. Им достаточно одного танкиного выпердыша. Темное позорное пятно в роду. Зачем еще? Там не такие мужики. Там нормальные мужики. Отличные просто. Их видно, что это настоящие мужчины. В отличие от некоторых. Не будем показывать пальцами. Они не армяне, сказал Севка. Они помесь. Да. Это произнес чистокровный Севка с добавлением чемодана. Обалдеть. Я представила. У Севки уже есть вот это синее платье. Он так и не продал его. И оно идет ему больше, чем тем женщинам, которые его примеряли. Это его слова. Вот пусть бы он надел его и поехал на то торжество. Ну а в чем ехать? Нарядное платьишко как раз соответствует. Так и цвет подходит. И там толкнул бы вот эту свою речь. Пусть бы все увидели, как выглядит вот этот позорный аппендикс. Вот этот предаток шупички. Недостойный щенок фамилии, который он носит. Я посмотрела две части Айгуш, которые выкладывала со свадьбы. Как красиво одеты все. Женщины, мужчины, девушки, дети, пожилые люди. И как я вспомнила позорно выфрентилась старуха в платье с оголенными боками. Зина все бегала, руками прикрывала. Там такого я не видела. Какие красивые у людей наряды. А эта бестолковка отправляла какой-то там свитер с катышками. Ношеный, нестиранный, вонючий. Который никто ни разу не одел. Скорее всего выкинули, проселили это все собакам. А она, наверное, думает, что она удивила своей щедростью. Жалко, что так получилось. И Эдик не смог передать посылку, которую для нее планировали. Но чтобы показать, ткнуть носом, какие нужно делать подарки. А с другой стороны, может быть и хорошо. Облизит еще носить какие-то приличные путевые вещи после того, как она высылала. На боже, что нам не гоже. У это платья ее юбилейная простепома на пенсии. Позорная баба. Ведь выскребешь ее, он же точно такой же. Вечно засаленный, засмоктанный. В шерсти, с отросшими волосами. Наконец-то. В этом видео он показал, что он посетил барбершоп. Привел себя в порядок. Немного на человека стал похож шишок. И сразу почувствовал себя человеком. Но, как только открывал рот, в общем, тявкал, как обычно. Удали это видео, айгуш, сказал Севка. Не позорься. Удалить бы вот этого позорного родственника из генеалогического дерева. Вот это было бы действительно нужное дело. Лишить вот этой фамилии было бы прекрасно. Свадьбы, говорит Севка, закатывает на 500 человек. Да не завидует и так громко. Второй день подряд не дает ему покоя эта свадьба и вот это количество людей. Он думал, крутой. На 50 тысяч старухи отметил в каком-то подвальчике юбилей. А ему одному только этой свадьбой по носу просто щелкнули. Насмехался. Да там одни строители. Для него строители это низший сорт людей. Эти люди честно заработали свой хлеб. А не как он, выставляя голую опу своей мамашке и все остальные части ее тела. Срамница. Сам из трусов выпрыгивал. Иначе смотреть не будут. Вам будет неинтересно. А других блогеров смотрят. И получше, чем его. И каналы у них созданы раньше, чем у него. И они все так же за более, чем 10 лет активны. И люди так не опускаются. Люди так не унижаются за презренный металл. А этот он понял. Он давным-давно понял, что не в деньгах счастье. А что ж он тогда из кожи вон вылазит, только бы заработать еще, еще и еще. Далее Севка показал, что он уже у себя в квартире. Люди деньги шлют, а он флаги собирает. Нечестно. И Севка говорит, что он один выслал больше, чем за все сборы выслали люди. Получили, да? Вот вам и благодарность. Шлите больше. Еще и не такое услышите. Людей использовал как... То, что люди присылали, фигня по сравнению с тем, что он отдал. И тут же. Я себя в грудь не бью за то, что я делаю. Да только и слышно. Я отдал уже по стоимости пяти квартир. Я отдал уже по стоимости пяти дорогих машин. Я, 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 папова свинья. Только и слышно, как он умаляет значимость других людей. Ну, естественно, при этом возвышая самое себя. Посмотрите, говорит Севка. Открывает и показывает свой балкон. Какой он у него чистенький. Глядь, а мусорных пакетов куча. Ну, почти чистенький. И вот такой он во всем. Куда не сунься, мусорный пакет. Просто канал, мусорный пакет. Человек, мусорный пакет. Все, все, чего не коснись. Все, что он готовит. Вот то же самое, что стоит у него на балконе. Мусорный пакет. А в трансляции говорил, что запретил бы вывешивать стиранное белье на балконах центральной улицы. Расписал там. Вешают трусы, да с пятнами. По себе людей не судят. А мусорные пакеты и коробки, которые вываливались у него, держать можно на этих балконах, да? Я так понимаю, в его понимании это красивее. Действительно, не нужно вытаскивать людей из грязи. Это их естественная среда обитания. А люди ему пишут, советуют. Ты там причешись. Ты купи себе хорошую, красивую одежду. Уберись в доме. Зачем? Да у него аллергия. Как кто-то из зрителей мне написал. Конечно, он руки не моет. У него аллергия на мыло. Вот ей-богу, на чистоту, на мыло. У них аллергия с бабкой. А как он пакет сам ногой выпихнул сквозь решетку, и тот полетел на чей-то кондиционер. И Севка сделал вид, что он чисто случайно, хотя отчетливо было видно, как он спихивал его ногой. Он просто в своем же собственном городе гадит. И не важно, квартира эта находится у него где-то там или в центре. Ну и что, что в центре? Вышвырнул с балкона и полетел пакет. А потом говорит, ой, весь город засранный. Ну так кто это сделал? Вот он и ему подобные. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.